МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абтым, як на Гомельщине подрихтовалися до этого важного дня, старшиня областной выборчай комиссии Миколай Стош зробил справоздачу перед старшиней Центр выборкама Беларуси Лидией Ярмошиной. Настасия Кучинская протягнет тему. На телемосте усе в області країны, да кожная, кроме огульных питань, у старшиней Центр выборкама Беларуси приватны за уваги. Так на Гомельщине перед самым початком детерминовых голосований свою кандидатуру знял яше один кандидат. Таким чином, пасля того, як округовая комиссия оформить усе формальности, на Гомельщине застанется 66 кандидатов у палату представников национального сходу. У вас снимается там кандидат? Снимается один кандидат по Сельмашевскому избирательному округу номер 32, Кацора Владимир Александрович подал заявление в окружную избирательную комиссию. Он и нам прислал его. О сложении полномочий, так сказать, кандидата. Ну, комиссии участковые знают, что нужно делать в этом случае? Знают. Усяго от Гомельской области у палату представников треба брать 17 человек. Найбольшая конкуренция склалася у выборчих округах областного центра, так само у Светлогорской, Рогачевской, Хойницкой. Основный день голосования – 11 вересня. Однако те, кто по особистых причинах не смогут отдать свой голос у гэтый день, мают махчим искрыстаться своим грамадянским правом в загаде. Детерминовое голосование отбудется с 6 по 10 вересня. Участки будут працовать с 10 до 19 годин. С перапынком с 2 до 4 дня. При собе не обходно иметь пашпорт. Подойдут и посвечения держслужащиха, военный, эти студентский билет, водительские правы, пенсийное посвечения, а так само доведка из Министерства внутренних справок, или пашпорт сгубленный, а воз находится на замене. Досрочное голосование будет проводиться на 998 участков. В области образовано в целом 1038 участков, но 40 из них находятся в медицинских учреждениях, где досрочное голосование не проводится. На сегодняшний день в области зарегистрировано 1 101 062 избирателей. Все участковые комиссии получили соответственно бюллетени. Все участки сегодня взяты под охрану подразделениями Министерства внутренних дел. Настасия Кучинская, Валера Игапанько, телерадио и компания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция перед выборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. У 19.01 стартуют дебаты помеж претендентами на место в парламенте по Речицкой выборчай окрузе номер 44. С 19.15 дискуссию будут вести кандидаты по Полесской выборчай окрузе номер 43. Та инших тем. Сезон восенских кермашоу у «Гомельской области» стартует 17 вересня. Традиционные они будут працавать у выходные дни во всех районных центрах, а так само в буйных сельских населенных пунктах. Самый масштабный гандль дарами полю и саду разгорнется у «Гомели». Тут на площади Паустанне продаж сельско-господарчай продукции могут ожитивлять одночасово больше, как 100 гандлевых кропок. У работе кермашоу примутся дел сельско-господарчай предприемствы, гандлевые организации, рыбоводчай господарки, предприемствы перепрацовчай промысловости, а так само споживецкой кооперации. Кермаши будут супроводжаться оформленными подворками, культурной программой и шматликими дегустациями. Важный аспекты гандлю – больше низкие цены на продукцию. Вересень объявленным месяцем без пеки у будовничных организаций Гомельской области. У регионе означается рост покажчика у травматизму. Яго основными причинами специалисты называют порушение прационной и вытворчей дисциплины – правила у аховой працы. Не меньше уплыв оказывает невыконание службовых обовязков отказными особами. Почас проведения месячника запланованным мониторинге дисциплины на будовничных объектах. Особливая увага будет звернута на забеспечение наймальниками контроля аховой працы и физичного стану людей, які заняты на работах со шкодными и небеспечными умовами працы. Мобильные группы наведують практически усе объекты будовництва у кожным районе Гомельской области. Запланованы так само нарады и семинары по ахове працы. В работе мобильных групп примут участие председатели районных объединений профсоюзов, которые наделены правами общественных инспекторов. В рамках месячника безопасности пройдут совещания и семинары по охране труда. Профсоюзами также будет организовано обучение профактива и проведен конкурс на лучшего общественного инспектора. Итоги месячника безопасности на производстве будут подведены на заседание президиума Гомельского обкома профсоюза строителей. Даречи, об усих порушениях правилов аховы працы на будовничных объектах можно поведомлять у областную профсоюзную техничную инспекцию по телефонах гарачей линии у Гомели 71 75 12 71 00 90 або по мобильным телефоне плюс 375 29 163 34 03. Белорусский червонный крыж отзначает сегодня 95-годовый юбилей. За минулый час товариство занималось самыми разными справами, али зауседы они были накераваны на оказание допомоги людям. Наши корреспонденты проехали по адрасах, где у гэтая дни працуют медицинские сестры червоного крыжа. Белорусский червонный крыж допомогу тем, кто мает этим потребу, оказывает самого початку своего иснования. У 1921-м жихарам по Волжа, якие покутывали от голоду. Потом уже мясцовым жихарам хворым на сыпный тыф, холеру, малярыю, сухоты. А в масштабах проблемы можно мерковать по такой лишьбе. На початку 20-х годов на территории сучасной Беларуси сыпный тыф регистровался у кожного десятого. После Великой Ачинной створали санитарно-эпидемиологичные отрады, допомагали инвалидам войны и шевствовали над дитячими домами. Тема оказания допомоги неполнолетним в уголе стала для червоного крыжа одной из головных на долгие годы. С 1 вересня этого года у Гомельскую областную детячую больницу что день приходит сестра милосердности, яку они официально называют «няней червоного крыжа». Ее задача – допомагать медперсоналу у доглядя за детьми-инвалидами, например. Ци увогули детьми с тяжкими захворваннями. Самым маленьким – еще не мая года. Заразу областной организации набыли ноутбук, який так само установили у больницы, для демонстрации маленьким пациентам мультфильмов. Пакуль такая допомога на Гомельшине оказывается только у одной больницы. Але, коли гэты вопыт будьте признаны удалым, яго меркуется расповсюдзять и на іншые установы оховы здоровья. Вообще, конечно, это наша такая идея. Идея, если все будет прекрасно, то еще дополнительно взять таких нянечек на работу и распространить, еще добавить. Если администрация данной больницы не будет против, то в эту больницу или же в какую-либо другую, где есть детки, которые нуждаются в такой помощи. Одинокие и одиноко проживающие пенсионеры – это та категория нашего громадства, яким червоный крыш, так само оказывая постоянную допомогу. Медицинская сестра милосердности Святлана Глушакова до своих подопечных Иваны Марии Ясипович приходить некальки разов на тыдень. Необходно и тиск померить, и узровень цукру у крови удокладнить, и консультации по уживанию медпропаратов дать. А прошатаго, таким людям потребны и простые человеческие зносины. Хоть вогуле быть сестрой милосердности совсем нелегко. К Марии Харитоновне, допустим, или к Ивану Петровичу врача вызвать, где-то таблетки, давление померить. А уже с лежачими там потруднее, конечно, там более забот. Гомельская областная организация Белорусского червонного крыжа сегодня гэта 50 штатных супрацовников, каля 2 тысяч волонтеров и 200 тысяч членов организации. На керунке деяностей самые разнастайны. Починаючись с 2014 года, например, допомога беженцам з Украины, яким выдаются ваучеры, наденья и харчавання, а так само оплачивается лечення. Хоть и спис белорусских грамадян, яким потребна допомога червонного крыжа, так само немаленьки. Гомельский Красный Крест сейчас в первую очередь оказывает помощь, конечно же, одиноким, одинокопроживающим инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, тем, кто нуждается непосредственно в нашей помощи. Это и одинокие мамы, воспитывающие детей самостоятельно, это семьи, которые воспитывают инвалидов, то есть все те, кто нуждается в помощи, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. У реках Гомельской области означается знижение узровню воды. Такое становище специалисты фиксуются уже на протягу 11 дней. До каких наступствах это может привести, высвятлял Дмитрий Котау. Самый низкий узровень воды за весь период назирания был зафиксованный в минулом году. Все лето ситуация не просто повторяется, а лишь может поставить новый антрекорд. Крытичное знижение обумовлено некалькими факторами. Малоснежная зима, отсутность осенней поводки и опадков. Некоторые водоемы литерально высыхают. Потерпели и буйные реки, такие, как Днепр и Сож. Увы, и Кучаго, пагоршились умовы работы и рашного транспорта. До того, что ситуация заховается на долгий термин, где-то негативно повпливает на популяцию рыб. На фоне низкого половодия и недобора осадков уровни, конечно, значительно ниже. Хотя, если взять на Днепре, на участки Жлобин-Лоев, то здесь отмечался дождевой, летний дождевой поводок. Поэтому уровни до июля еще были более-менее, скажем, средние. И когда уже к концу июля и началу августа была сильная жара, недобор осадков, то, конечно, и падение уровней стало интенсивным. Дарыши сегодня у день будет переважно без опадков. Максимальная температура по ветру до плюс 25. До конца тыдня характер на дворе истотно не изменится. Дожжи не прогнозуются. Слубки термометра уздымутся у ночи до плюс 14, у день до плюс 25. На выходных местами махчимо повышение температуры по ветру до плюс 27 градусов. Такий показчик, дарыши выше и за климатичную норму, приблизно на 5-6 градусов. На текущей неделе территория области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. И в связи с этим будет теплая и преимущественно сухая погода. В последние годы это довольно типичная, характерная погода для начала сентября. Были температуры и выше в начале сентября. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. Распачался 28-й чемпионат Беларуси по мини-футболе у высшейшей Лизе. У первой туре гомельский ВРЗ с буйным миликом переиграл грудзенскую команду УЗ «Динамо» 5-1. Агрокомбинат «Паудневы» соступил Борисову 900-1-2. У «Гомеля» в очном поединку сошлися БЧ и Святогорске ЦКК. Святогорская команду «Апошний момент» заменила у чемпионате Ньоманс Бярозовки, и ки по финансовых причинах адмовился ад выступленья. Изразумела, што на старте чемпионату ЦКК буде выглядать не самым лепшим чином. Помылки в обороне святогорских футболистов привели до пораженья. Господары открыли лик уже на первой хвилине. До конца тайма у гостей отримливалось супредстоять с чигуночникам. А вось на другую полову сил не хапила. Футболисты БЧ троечи доводили свои атаки до завершения. Первым забитым мячом у составе чигуночников означался и грузинский легионер Вахо Джварашвили. ГТ, а так само іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам плённого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин